Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью и, собственно, обучаю, помогаю людям освоить самое главное, что у нас есть, наш мозг и наши колоссальные возможности. Я знаю, что много людей говорят, очень любят, когда смотрят видео, рассказать, что надо сделать. Например, у меня сейчас эхо, почему-то не подключается микрофон, и есть множество каких-то моментов, которые в данный момент являются для меня просто неактуальными. Хотя бы потому, что я нахожусь сейчас не дома, я нахожусь сейчас в Италии, нахожусь не потому, что приехала отдыхать, а потому что в Украине сейчас, к сожалению, проходят военные действия. И я буду продолжать об этом всем напоминать, говорить о том, что сейчас все украинцы переживают очень непростой период в своей жизни, и, тем не менее, мы продолжаем жить и помогать другим людям делать то же самое. По крайней мере, я так точно. Поэтому сейчас я нахожусь на кухне, в той квартире, где я живу, где неидеальный звук, где есть эхо и где есть миллион, поверьте, сейчас причин, почему это видео не записать, почему у меня нет для этого достаточно времени, а вот я вижу, что свет у меня на лице некрасивый, и множество других вариантов. Но есть тех людей, которые всегда ищут возможности, потому что я знаю, что для кого-то это видео будет важным, ценным, кого-то это поддержит, а для кого-то даст тот самый драйв, который необходим. И сегодня я бы хотела вам напомнить, наверное, напомнить, потому что мы же все знаем, у нас колоссальное знание в голове, но ни черта не делаем. И мне бы сегодня очень хотелось вам напомнить несколько очень простых, но очень эффективных действий, правил, как хотите, которые помогут вам в жизни развиваться. Потому что самое главное в жизни это развитие. Вспомните, рождается, зарождается маленький какой-то бутончик, листочек, он начинает прорастать, со стебелечка становится больше, 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 потом его кто-то подошел, взял ножницы, срезал, и он умер. Вот наша с вами задача сделать так, чтобы нас никто не срезал, и продолжать действия постоянно. Потому что если мы не растем и не развиваемся, мы начинаем с вами вянуть, ну и, собственно, в конце концов, умираем в том или ином смысле. Поэтому сегодня я хочу, как человек, который, несмотря ни на что, на какие-то совершенно безумные вещи, которые происходят с каждым годом с нами, продолжает выстраивать свою линию жизни и везде отстраивать свою реальность, свою жизнь, опираясь, собственно, на себя. И первое правило, давайте так, действие, которое я хочу вам напомнить, это то, что дорогу осилит идущий. То есть никто никогда сразу же не достигал большого результата. То есть, например, когда мы смотрим на человека в классной физической форме или на бегуна, который бежит 10 километров или 100 километров, неважно, мы сразу же пытаемся повторить, у нас не получается, и мы говорим, ну я не такой, у меня так не получится. Я хочу вам напомнить о том, что любой человек, который в чем-то достигает результата, достигает его со временем. Но есть, то есть это важно понимать, важно изначально понимать, что вам потребуется время для того, чтобы из точки А перейти в точку Б в любом пункте, в бизнесе, в работе, в развитии ваших навыков, в умении так говорить перед камерой, в том, чтобы у вас были красивые руки и живот или что-нибудь еще, в том, чтобы вы зарабатывали больше денег, в том, чтобы вы чувствовали себя комфортнее, в том, чтобы вы освоили язык, вам потребуется время. Это первое, что надо принять. То есть то время, которое вы тратите на поиск в гугл, как за два дня похудеть, как за три дня выучить язык, и вы это можете искать годами, лучше использовать и принять решение, что я начинаю это делать. Второе, очень важный момент, когда мы принимаем решение это делать, важно понять очень классную штуку, что вместо того, чтобы каждый раз бегать и смотреть на результат, ну что, я похудел, ну что, я уже говорю на английском, блин, опять ни черта не понимаю, опять не могу два слова сказать, опять денег нет, уже месяц работаю, бизнес свой делаю, ничего не получается, важно увлечься процессом. То есть это не означает забитный результат, но это означает украинскую могую вдосконаливать свои идеи, то есть начать усовершенствовать то, что вы делаете, постоянно получая некий кайф от того, как у вас что-то получается, от того, что вы что-то новое узнали, от того, что у вас какой-то проявился шаг, увлечься этим и шаг номер три, увидеть, что вы становитесь в этом, вам интересно и вы в этом совершенствуетесь. То есть понять, например, что вчера я приседал 10 раз, у меня была отдышка, а через неделю я приседаю 20 раз, у меня нету отдышки. Я бежал первый раз, у меня вообще болел хвост, колено, отваливалась голова, да, а через месяц я бегу, и я уже, или там через неделю я бегу, и я уже себя чувствую лучше. То есть полюбить себя в этом процессе, найти пункты, которые вы будете любить. О, я понимаю, что поется в этой песне. О, я не засунул язык в зад, простите, когда начал что-то говорить. О, у меня появился первый заказ. То есть полюбить, да, интерес, это как бы копнуть глубже. Следующее, следующее правило, которое крайне важно, это постоянство, регулярность. Я вообще на первых порах рекомендую людям начать что-то делать каждый день. Каждый день. То есть вот прям, знаете, чтобы это не было, блин, завтра среда, надо как-то от этого отники, ведь нет, вот каждый день, но понемногу. Каждый день. И когда вот эта вот регулярность начинает происходить, вы увидите, что спустя какое-то короткое время, во-первых, результат будет быстрее, безусловно. Во-вторых, у вас не будет отмазок, типа, блин, нет, сегодня не надо, я и так много, нет. Я просто с тобой договариваюсь каждый день или 6 раз в неделю, да, 6 раз в неделю я что-либо делаю. Вот. И главное, это правило маленьких шагов. Регулярно я делаю маленький шаг, но каждый день, но каждый день. То есть какая бы цель у меня ни была, в чем бы она ни проявлялась, в изучении языка, в освоении новой профессии, в создании своего бизнеса, в работе над своим телом, я делаю это каждый день. То есть и окей. И вы, еще раз говорю, самое главное, что вы здесь увидите, результат будет быстрее, привычка будет быстрее, и вы начнете кайфовать. В какой-то момент вы увидите, что у вас вырабатывается новая привычка. Ну, мы не будем там говорить про эти фразы, привычка, вырабатывается 21 день, в моей практике очень по-разному вырабатывается привычка. Но если мы соблюдаем предыдущие пункты, о которых я говорила, да, то есть мы кайфуем, мы наблюдаем, мы не ждем результата, а мы в этот результат, ну, как бы вкладываемся, нам интересно. То есть мы на самом деле начинаем это любить. Тогда происходит следующий момент. То есть это очень важная регулярность. Дальше. Когда вы получаете какой-то результат, у многих, это поразительно просто, у многих людей сразу же выключается, значит, достигаторство дальше. Ну, я, например, знаю людей, которые там не зарабатывают деньги. К примеру, и парень говорит, я хочу зарабатывать 1000 долларов. Окей, он доходит до цифры 1000 долларов, и после этого он перестает работать. Ну, то есть он включается на самотек. Ну, например, у меня был знакомый, который занимался настройкой рекламы. И он находил себе клиентов, очень радовался, находил себе столько, чтобы получать 1000 долларов. И потом говорил, я понял, что сейчас я могу взять клиентов больше, и могу получать и 3, и 5, и 10. Но в результате он работал с теми, кто был, работал плохо, потому что он достигал своей цели 1000 долларов. Клиенты от него отваливались, и он снова начинал сначала и доходил снова до 1000 долларов. Вот здесь очень важный момент понять, что вопрос не в той цели, куда вы там идете, до 1000 долларов или там, я не знаю, до веса какого-то. А тут надо полюбить себя в этом, понять, что я кайфовый, что это часть моей жизни, что я делаю что-то драйвово, классно, мне это нравится, я люблю себя в этом, я могу развиваться, у меня нету границ, я могу достичь всего, чего угодно. Это классно. И постоянно повышать себе планку. Планку можно повышать в разных вещах. Вот знаете, я, например, занимаюсь спортом, и там, например, прохожу какой-то спортивный челлендж. И тренер всегда говорит, что, например, есть упражнения двух уровней, там, послабее и посложнее. И она всегда говорит, что вы можете этот челлендж проходить много раз и каждый раз повышать планку. Например, вначале вы были на слабом уровне, и вам было все сложно, и вы первый раз прошли 3 недели, например, этот челлендж, и вы были все время на слабом уровне, мало того, вам было сложно. Второй раз вы проходите этот челлендж на слабом уровне, но вам уже становится легко. Третий раз вы проходите уже на том уровне, на котором я это даю. Ну, например, вы проходите без веса. А в следующий раз вы добавляете себе гирьку в полтора килограмма. А в следующий раз вы можете взять себе гирьку в три килограмма. И каждый раз это будет новый вызов. Вы наверняка знаете, что такое спорт. И знаете, что, например, когда ты там руками так долго качаешь, то в какой-то момент они у тебя устают даже без веса. А потом ты берешь, например, по гири по килограмму, ну, девочки должны знать, и ты не можешь поднять, это очень сложно. А потом опускаешь, и тебе снова легко, а потом снова поднимаешь, и понимаешь, что их поднять не можешь даже без гирь. То есть у нас множество есть вариантов. То же самое и в нашей жизни. Мы можем отрабатывать себя все лучше и лучше. Например, одно время, когда ты чем-то занимаешься, ты можешь брать количеством. А потом ты можешь начать усовершенствоваться в качестве, работать постоянно над качеством своего продукта, над ценностью, над стоимостью, над многими вещами, если мы говорим про бизнес. Хотя по факту, вроде бы, как твоя деятельность про одно и то же. Так вот я хочу, чтобы вы об этом помнили. Я хочу, чтобы вы помнили о том, что можно жить, можно выживать, а можно проживать с кайфом и постоянно находить для себя какие-то источники и точки для роста и развития. Можно быть как все, не выделяться, жить в каком-то своем графике, а можно выводить себя из зоны комфорта. Можно самостоятельно определять себе новую цель. Можно общаться с теми, кто есть, а можно искать те, кто сильнее тебя, кто где-то бесит тебя, кто заводной. И таким образом менять свое окружение и менять свою жизнь. У нас огромное количество возможностей у каждого, вне зависимости от того, где мы сейчас находимся и что с нами происходит. И это важно помнить. То, что происходит сейчас в нашем мире, отражается практически на всех людях. И важно помнить о том, что это не наказание божественное. Это часть нашей жизни, нашего развития. Это пинок для нас, потому что Вселенная расширяется, ускоряет свой темп, эволюционирует и требует от нас того же, поскольку мы с вами как океан, являемся маленькими каплями огромного океана. Но по составу мы точно такие же, как и океан. Вопрос только в массе. Нас просто меньше. Поэтому я хочу, чтобы вы, возможно, еще раз пересмотрели это видео, потому что я уже знаю и чувствую, что у вас сейчас пришел приток сил, что вы сейчас стали чувствовать себя лучше, что даже если вы ни хрена не поняли из того, что я сказала, не можете это повторить, вы вдруг почувствовали, что вы что-то хотите делать. И, по сути, это самый главный момент. Я, как эксперт по управлению реальностью с помощью мышления, хочу несколько слов сказать о вашем мышлении. Когда вы в свою голову сажаете такие мысли, таких людей, такую энергию, которую даю вам я, вы начинаете искать решения и действовать. У вас появляется вера. Я могу. Я действую. У меня получится. Когда вы в свою голову сажаете мысли, ничего не получается, меня все подзвало, я больше так не могу, и вообще это все трэш, и вообще верните мне мою жизнь, то, конечно же, вы как будто бы выдергиваете из себя, внутри своей ванной, вот эту затычку, у вас утекает вся энергия, и вы можете сидеть только выть и ныть. Можно выть и ныть, но недолго. Я тоже порой вою и ною. Минут 15. Даю себе возможность прям как сирена такая. Плохое сравнение с сиреной. Хер с ним, пусть плохое. Немножко в этом побыла, спустилась, все. Дальше у меня есть выбор. У меня есть потрясающий выбор проживать эту жизнь, получить этот опыт. Вселенная решила, что вам, мне нужен этот опыт, что у нас достаточно сил, для того, чтобы его прожить. А вот достаточно ли у нас искусности нашей, достаточно ли у нас нашего желания быть не такими, как все, быть творцами в своей жизни, быть людьми, которые создают свою реальность. Это уже зависит от нас с вами. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не жадничайте. Вам не сложно поставить лайк, не сложно оставить комментарий, и даже, возможно, не сложно поделиться со своей подружкой, которая сейчас херовая, и которой нужна такая Оля. Да, знаю, не всем нравлюсь, да, для кого-то тяжеловато, кто-то сильно миленький. Каждый имеет право выбора. Но дайте людям возможность сделать этот выбор. По крайней мере, я уверена, что кому-то это точно зайдет. Ну и не забывайте подписываться на меня в Инстаграм, следить за запусками моих продуктов, марафонов, задача, которая очень простая. Помочь вам создать вашу собственную жизнь по вашему собственному проекту, а не по проекту вашей мамы, вашего благоверного или не очень, или общества, которому должно быть удобно, потому что в нем живете удобно и вы. Плюйте на то, чтобы быть удобным для других, станьте потрясающим для себя. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!